что-то вас не видно здравствуйте принять я тоже наушники одену так ну вот теперь я вижу сюда сделайте рамку хорошо сюда перевел все нормально да я могу и повыше поднять так хорошо слушаю вас здравствуйте еще раз да здрасте вопрос такой вот сейчас не было еще у вас присоединение зарубежной православной церкви к московскому патриархату и сегодня читаю от вас новость что приезжает один из епископов и открывается в барнауле да уже пришли уже отслужили сегодня вы уже нет мы по-прежнему относимся к русской православной зарубежной церкви выдающий вопрос который задавали повторите его если у нас думает причащаться допустим вы причащаться у вас нельзя тем кто не в вашей общине и тех кто пришел из русского московского патриарха нет это неправильно когда куда-то уезжаем я батюшка выезжает мы обязательно берем документ что я не на отлучение я куда-то приду а кто меня знает вы если приедете сюда вас должен быть документ от своего священника что вы не на замечание не на отлучение не под эпидемией это это каноны правила говорят а вы московской патриархии второй вопрос крещеные ли вы правильно с погружением в младенчестве с погружением это это крещение третье как вы выглядите небритый вот как я вижу вас все вы можете причаститься также пойти на исповедь со всеми но представить этот документ что батюшка за вас не отвечал перед богом что недостойно причастил ян затауз говорит если священник без эти пеньи причащает человека он гибнет сам и губе того кого принимает поэтому 8 неправильные сведения были когда приезжал тут архиерей наш служилась вместе литургия и наши дети из нашей общины все причащались все дети дети а взрослые то у нас тут свой священник у нас надо исповедоваться перед другим это каноны тоже это не одобряют один отец должен быть на вы оказались здесь заболели допустим батюшка исповедует и причастит если вы не решение поэтому когда поедете обязательно берите документ да и у меня второй вопрос откровение касаемо последний апокалипсис откровения новгослова где он говорит что недавно ему будет что каждый получил начертание вот сейчас пытаюсь найти конкретную главу 13 13 еще в конце главы смотрите и он сделать что всем малым и великим богатым и нищим свободным рабам положено будет начертание на правую руку и что никому нельзя будет продавать и покупать кроме того кто имеет это начертание или начертание или имя зверя или число имени его и в предыдущем стихе в 16 я дочитал и на правую руку и на чело их то есть на лоб и вот здесь меня интересует что в 17 стихе от 13 главы и что никому нельзя покупать не продавать кроме того кто имеет это начертание или то есть это что-то другое как я понимаю расставить или или имя зверя или число имя его ну так как написано то есть это три вида три вида которых говорится в пророчестве они придут одновременно при нем то есть какой-то режим человек не принимает ну зачем 666 сегодня-то боятся 666 страница квартира а он это заменит скажет ну пожалуйста альтернатива пожалуйста вот на все продукты да да это все по глупости от этой цифры много сказал патриарх кирилл об этом говорил крестьянкин гурьянов и митрополит алфеев это по слову божьему какая печать когда самого антихриста нет это глупости печать не может быть пока он не придет А предтечи не будет у Антихриста? Повторите. Предтечи. Предтечи у Антихриста не будет? Обязательно будет, там написано. Вот прям перед ним приготовят систему, для того чтобы он в эту систему стал. Да, но начертание ставить будет только при Антихристе. Начертание, да, но вот здесь и говорится, и число имени его. Число имени его. Сегодня думают все, что это сложение букв, которое имеет цифровое значение, то оно будет означать в сумме 666. Это только предположение. Уже неоднократно эти цифры подсчитывали, там Титаник, Лампетис по-гречески, неправедный Агнис. Слово неправедный добавляют на самом деле Агнис. Я тоже все разбирал, да, и там, конечно, больше какой-то пыли, чем истины. Но я тут недавно наткнулся, значит, достаточно, ну, уже полмесяца на канал на Ютьюбе и на Фейсбуке. Два канала. Значит, один называется Christian Authority, перевожу с английского, крестьянское право, то есть крестьянское право, как главенствующая система. И второй называется портал LikeKillers, это, значит, убить лжецов. И там, значит, говорится о новом мировом порядке, показанное в проповеди Папы Римского, там и Обамы, и всех президентов, значит, иудеев. И там, где, значит, Папа Римский признает главенство, что вот они их предки иудеи. И там четко, конкретно, в каждом ролике, который они пропаганду выставляют, в самом начале признается три его символа. Ну, сейчас договорю. Значит, Давидова звезда, что вот мы сегодня видим на флаге Израиля, это они, значит, освещают как знак Божий. Если бы была возможность вам по скайпу, я бы вам сейчас скинул маленький... Вы говорите, это легко проверить, я высушу и вас, давайте, по порядку, дальше... Да, я бы вам прямо сейчас, чтобы вы наглядно могли проверить... Я верю, что говорите, не надо время тратить. Говорите. А, ну, у меня здесь, в принципе, есть шпф. И вот, значит, смотрите, я распечатал. Это одно из положений. Это второе из положений. Это вот третье из положений. А это... Вместе. И что это такое? И это они говорят. Знак, о, имя Бога. Имя Бога. Вот это три шестерки, которые я вам показываю по отдельности. Вот они. Раз. Два. Три. Так, Владимир, я этим не интересуюсь и этому не верю. Так что зря не старайтесь. Я знаю, что будет не так. А раньше на спичках выкладывали, Ленин получался. Это... Не-не-не, но это же не я делаю. Это делают они, да. Это не надо. Не надо бросить. Это настолько пустое, что даже руки поганить не надо. Все будет не так. Главное начертание будет, видимо или невидимо, никто не знает по сегодняшний день. Одни святые отцы говорят, оно будет видимое, как знак. Другие невидимо. Может, действительно, на кости лазерным лучом что-то отпечатано. Я получал вот паспорт. И говорили, ой-ой-ой, там, ну, снимают паспорт. За рубежом ездили-то. И особенно в английском посольстве. Там электронное снятие отпечатков, дактилоскопия. И глаз снимает там роговицу. Это все, это печать антихриста. Я говорю, ты уверен? Да, теперь смотри на меня внимательно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Так, я что сделал? Говорят, ну, совершил крестное знамение. Ефрем Сирин говорит, печать, конечно, чтобы не совершил. Я говорю, ну и вот. И что теперь? У нас защипирован был, у нас четверо ездили. Три человека и собак. У собаки был в загривке чип. Без него не пропускают за границу. Да, да. У нас плач-точная европейская, вы в наших роликах, может, видели, последнее собрание. Да, да. Ну все, ну и все, успокоюсь. Это не надо, это враг отвлекает силы не на ту сторону. Вот они то паспорт не такой, то электронная карта. Конечно, все это... Вы понимаете, враг, он об этом нельзя говорить вот так открыто. Я программист-экономист по образованию. Закончил ИСГУ, Саратовский государственный университет. И в нем преподавалось в свое время, значит, ну, программирование. Как программируется этот вот код, который у нас присутствует на всех продуктах сегодня. Один формат на весь мир. И о нем не сказано. И нигде не нарисовано, что это три шестерки. Они именно скрытны. Но это даже не дело в этом. Пускай он там очеренит всю эту нашу продукцию. Дело-то не в этом. А дело в том, что есть одна база данных на весь мир. Компьютерная. То есть если мы сегодня имеем налоговую базу данных, имеем пенсионную налоговую базу данных, там, милицейскую базу данных, где там все штрафы, там правонарушения. А это одна на весь мир, которая... Которые все биометрические данные, которые вот я сдал так же, как вы на паспорт, и люди сейчас сдают и продолжают, они все идут в одно место со всего мира. Брюксенбург. И компьютер называется этот зверь. И я знаю его функции, я знаю его возможности. Это самый мощный компьютер на весь мир. И он стоит в Люксенбурге, в Брюсселе. Я это знал в 62-м году еще. В 62-м. Прикиньте, вас еще и не было. Да, да, да. Меня еще не было. В 62-м году у нас это все уже распространялось. Тир называется. Я знаю, мы там проехали. И это ничего еще не говорит. База данных. Ну давайте в их положение войдем. Ни с преступностью, ни с терроризмом ничего не могут сделать. А тут ни одного шага не сделают, чтобы не было открыто, в общем-то, замысел хороший. А как управлять миром? И их-то понять, чтобы нам понять, что они хотят. Они хотят управлять миром. А как не управлять? Вот вокзал, хлещет народ в воротах. Ну ставьте в воротах центральных любого вокзала. Я их понять не могу, потому что владыка Христос и царь царей Христос. Нет, нет, забудьте пока. Я просто их, их в сторону понять. Почему они это делают-то? Нет, ну понятно, что для того, что контроль... Устав у масонов, у комитета 300. Я этим занимался усиленно 14 лет. И выпустил материал М1, М5. Меня судили за это. И я эту тему знаю от до последней точки. Мне сказали, если еще будете писать, то только интервью Антихриста возьмете. Когда я первый раз встретился с Дмитрием Дмитриевичем, это, общество память, Васильев. Слышали такого? Общество память, оно гремело тут, борьба с евреями и прочее в Москве. Я когда первый раз зашел и беседовал с его сотрудниками, а он после пришел и говорит, голос вас услышал, узнал. Мы, говорит, ваши записи слушали, нам казалось, с неба голос идет. Настолько это было, касалось, потому что данные, данные, данные. Притом, если я говорю о Гитлере, тут его речь звучит. Говорю о Сталине, Леониде тут речь его с панограммы брал, доставал в архивах. Это капитальнейший был материал. Но для того, чтобы людям открыть. Сегодня я когда говорю, что я использовал Гитлер-основатель Израиля, не Сталин. Гитлер. Да Гитлер уничтожал евреев. То есть ассимилированная сторона должна была уйти. Вот и все. Люди этого ничего не знают. Ну а вы знаете, что вам это дало? Дало мне право благодарить Бога за те знания, которые Бог открыл кому-то, от которых я принял. И я понял, меня это не касается. Я должен только молиться, творить милостыню, быть в посте, иметь связь с Богом в молитве, быть в церкви и причащаться. Если я правильно понимаю, ты, значит, иметь печать Божья на себе тем самым. Вот, когда я на Богослову сказано, что причиниться зло всем тем, кто не имеет печати Божьей. А печать Божья это и есть то самое, наверное, вот как раз запись в книге Агнца. Тем самым мы запечатываем себя перед Богом. Печать от Бога, она тоже невидимая. Невидимая, да, абсолютно. Она не сирона. Пророк из Икина в этом говорит в 6 главе. Иди, сделай знак. Это в душе, сердце печать. Убивай каждого, это в уме. И печать 666 будет это неотразимое, беспокаянное отречение от Христа. Вот что внутри будет. Андрей Кесарик, подокийский архиепископ, понимает так, Сирин так, Кирилл Луристалимский иначе. То есть одни видимые, невидимые. Да это не имеет никакой роли. Главное, внутри ты отрекся. А не так, что я спал, а они мне вживили какой-то щип, и я стал неверующим. Это никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Апостол Павел говорит. Так что на это особо, это знаем, что это ступени, ведущие к Антихристу. Ну, эти ступени-то мы можем повернуть в другую сторону. Вот мы с вами сидим в интернете. И что плохого? Да вот в интернете там то другое. Но вы зайдите на мой форум, 1567... Во благо интернета можно использовать, конечно же. У меня форум, форум. Я ваш форум общаюсь и читаю, я должен быть форумом. Да, возьмите сайт, который Господь позволил мне сделать. Да такого сайта больше нет в мировой практике. 50 книг только аудио насчитано, только. 4124 ответа, которые я в университетах по радио давал. Их никто не сделает. Почему? Это другая жизнь. Я отвечал, глядя поверх голов. На основании четырех параметров. Согласно Святой Библии. Второе, согласно канонам всех соборов вселенских поместных. Согласно житии святых и трудов святых отцов. Вот как. И поэтому, знаю, что это будет, но никакой паники. Написано, не бойтесь, не ужасайтесь. А Христос сказал. Я знаю, мой Бог. Я просто у Павла говорит, и последние станут первыми. Последние в этом веке станут первыми в новом веке. Всегда. Всегда и вообще. Всегда. С первого времени. С первого времени, говорит. Евреи были первым богоизбранный народ. Но они обратятся впоследствии, когда язычникам дверь закроется. И остаток спасется. Вот это главное, что понимать. А дальше бывает так. Самый последний негодный ребенок в семье. Допустим, у нас 10 детей. Но меня Бог избрал. Самого негодного. Я в жизни готовился только быть террористом. Другой цели у меня не было. Я тренировался убивать коммунистов за то, что они сделали с родиной. А Бог показал. Нет, Савл, ты будешь Павлом. Тебя будут гнать. На тебя будут 40. Не пить, не есть, пока не убьют. Я это все претерпел. Тюрьмами, лагерями, психиатрией заплатил. У меня ни денег нет. Все с Богом. Я уже в Барнауле теперь. С Богом. Вернулся с Богом. Видишь как, Саратов. Его фамилия. Как его фамилия-то? Сейчас я его увижу здесь. Он вот здесь где-то у меня есть. Владимир Иевлев. 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 Говорит, 27 лет он о себе тут сказал. Вот. Ну вот. Первая встреча. Я из Саратова. Мне 27 лет. Имя Владимир. Вот оно. Владимир Иевлев. Он пожелал ему встретиться. Он мне понравился. Какой с бородой неповрежденный. Я не иду на встречи, когда человек, видно, что только языком. Я увидел, что у него одухотворенное лицо. Ну и сегодня встреча утром не получилась. Идти надо было на богослужение. У нас разное время. Это, я не знаю, они, наверное, по московскому там где-то живут. На три часа разница. Я сейчас ждал звонка с епархии. Епископ сказал, что сам позвонит. Сегодня у нас в Алтайской епархии, Барнольской и Алтайской, Московского патриархата, они отмечают памятную дату. 20 лет образования Алтайской епархии. И приехало, будто бы, или ждали они, сейчас я точности еще не могу сказать, 11 епископов. Ну и я послал своих людей, 4 звонка давал архиерею, я ему 2 раза она брякнет. Я не даюсь, чтобы он включил. И он должен позвонить. Мы с ним договорились, у меня нет денег. Если я не нужен, он не позвонит. 4 звонка, ответа нет. Я послал тогда людей, которые, они были в филармонии, там, епископы. Это как мне говорили, будто бы так и есть. Жена моя пошла туда. А епископ говорит, да как же я видел звонки, ну почему он не позвонил и упустили. Это, ну я говорю, если нужно, он говорит, я сам позвоню. Мы ждали. Конечно, поздновато уже, по-нашему уже это, 6.29, вечера 6. И уже поздновато. Но если машину пришлет, то могу съездить. Перед 11 епископами можно предстать. Ну а как дальше поведет Господь, это будет видно. Но пока ничего нет. Они, видимо, пока приехали, поужинают. Я еще могу ждать часа полтора-два. Видите, как сегодня день воскресный. Мы молились об них, чтобы все было благополучно, чтобы епископы вернулись к своим епархиям. Но мы не московская патриархия, но нам все близко. Выезжает куда-то патриарх, там, или президент Российской Федерации. Мы все объявляем, знаем и молимся. У нас определенная четкая задача. Вот так. Еще он заходит, давай. Вы здесь? Да, да. Сейчас, подождите. Я, 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 я. Да я вижу, вижу, что я там. Минуту еще. У меня еще вопрос. Я сейчас уберу, подождите, тут у меня закрыто. Ага. Принять здесь, да? Вот так. Давайте, говорите, пожалуйста. Ездил к Герману Стерлигову два раза, примерно около года назад, там, летом. Он раздавал летописный свод Ивана Грозного. Вы не знакомы с этой литературой? Знаком со всей его литературой. Я каждый день молюсь за Германа Стерлигова. Ну, потому что он, раскол в поле, так я знаю. Я с ним полностью там, в этом плане не согласен. Но вот литература-то, она источник. Он ничего не знает. Он привык там, ему нужно половину и менее раздать, а кого обидел, четверо. Вот у него путь какой должен быть. А он грабанул миллиарды, говорит, обманул. Это жульничество. Он разрушитель. Он сначала примкнул к старообрядцам, потом отошел, потом к старостейникам отошел. Видимо, где-то... Ну, спросите, у меня сейчас конкретно не у личности вопрос, а вопрос... У меня дома, значит, лежит 16-тонный свод редактивных лет, созданный при Иване Грозном. На старославянском языке, который, значит, редактировал там под редакцией Макария Великого в то время. И вот там на старославянском свинятюрами вся история от македонского, значит, иудейской войны, Рим, Ремизантия, Русь и вот до 16 века, в ходе Ивана Грозного. Вот именно с книгами, с этим источником вы не знакомились? Не брал в руки и не держал. Даже не знаю. Но историю знаю этого времени. И что из этой истории мне сегодня нужно? Конкретно, какой вопрос по этой истории? Это история прошлая. Мне возиться с мертвецами нужды никакой нет. Они Евангелие не знали определенно и четко. О рождении свыше не слышали. Вообще, в истории русского человека это антракт молчания. Никто ничего не говорил. Я знаю тех, кто в это время проповедовал, как Кирилл Туровский и другие. Это важно. А что там история, которая шла, князья убивали друг друга. И Костомарова, и кому она... Никто не верит сегодня. Понимает, что много стилизовалось под существующей строй, как жития святых Дмитрия Ростовского. Надо серьезно на это смотреть. Данных никаких нет, как у Дмитрия Ростовского. А откуда он брал? Откуда? И прямой речью прямо берет кавычки. Он сказал, когда имена неизвестны. Ни лапсайки, ни духовные луги, ни прологи ничего не сохранили. Он был отличный писатель. Ну, где-то можно писать. Это, как, допустим, молодая гвардия Фадеев писал там. Его взяли, арестовали Олега Кашева. Он сидит перед смертью, что-то думает, говорит. И откуда он узнал, когда его вывели, расстреляли? Так и здесь. Ничего мы не можем сказать, кроме того, что... Библии ростовских жития нельзя читать? Я их насчитал. Они у меня в аудио насчитаны. Надо считать. Ну, маленько надо понимать, где он говорит, зная и где просто выдумывая. А как же мы так можем определить? Святой Библии. Вы ее должны знать всю, почти наизусть. Не, я понимаю. Но жития святых-то, это... Так, вы на моем... Повторите. Вы на нашем сайте, во свете Библии были хоть раз? Конечно. На сайте, где насчитаны книги аудио. Да-да-да. Там, посмотрите, я их насчитываю, и на них алфавитный указатель. 1173 жития. И когда я считал, у меня был колокольчик такой. Я его бил... Не согласен. Иногда бил два раза. А иногда даже так, три раза ударил. Но я не выбросил ни одного слова. Почему? А, говорит, а если ты не верил, зачем считал? Я обязан насчитать был, но я показал несогласие. Несогласие антихристианское. А Дмитрия-то одобряет. Ну, например, Рафа Анас и Афонский. Полезы принимать строительство. Леса обрушили. До сегодня инженера по технике безопасности засудили бы. Шесть человек погибло. Кирпичи на них пали. Все. И теперь его вытащили, он еще там несколько часов дышал, а потом помер. А его сильно любили. Так они эту одежду его кровавую вымачивали и пили. Ну что? Когда кровь животных нельзя. И апостол Павел пишет в Деяниях апостола в 15 главном завете. Крови удавленной нету. Как я могу с этим согласиться? Но Дмитрий это все считает за святость. Он Петру подыграл. Он выдвижение с Петра Первого, русского антихриста. Если куда-то Петр назначает, а он глава церкви. В это время главой церкви его считали. А не какой-то синод там. И он не поедет, все, биография зарублена. А он пришел к нему, а он в Тобольск. А он говорит, я не могу. И он сел, долго беседовал, разговаривал, оставил его в Ростове. И он теперь выполнял все, что Петр Первый, этот убийца, сына убийца, все абсолютно поддерживал. Ну надо договорить до конца-то. Хоть один раз. Не, я вот ваше, поэтому и слушаю мнение. Сам ты еще только-только встал на этот путь. Познание. А теперь скажите, что у вас в этой истории? Кличевского там кого вы взяли? Считайте, кто это написал-то? Макарий? Какую историю? О чем вы сказали, об истории русской? А, да, что это было составлено при 50, значит, свидетелей того времени. И возглавлял это Макарий Великий. Ничего. Макарий какой? Великий. Так Великий Макарий в четвертом веке жил. Как он из Египта мог сюда попасть? Значит, я путаю. Абсолютно. Макарий Великий, Макарий только один. В четвертом веке. Житие он 17 января. Да. При Иване Грозном у нас кто был патриархом? Вот при Иване Грозном-то? Да кто там патриархом будет? Я сейчас даже сходу так и не скажу, надо посмотреть. Я знаю, посредний там был Адриан при Петре, но это намного раньше. Надо посмотреть просто. И что? Ну вот написано, что он возглавлял, и все тексты, они под его руководством составлялись, что на свете Библии, чтобы не отходило ничего. Только не во свете Библии, забудьте про это. Библия вообще была забытая и заброшенная книга. Ее вообще не было. Ее не знали совершенно. Даже фильм, который раскол поставили сейчас, Досталь Николай ставит, и там Никон, а Вакуум, борьба идет не один, Библия и Евангелие не знают толком. Они знали только Псалтырь. Псалтырь он цитирует наизусть, а дальше ничего нет. Евангелие, Библию перевели для народа в 1876-м. А в 1988-м крещение было. Тысячу лет люди жили только тем, что пришел в храме, отстоял, ушел. Народ не знал Евангелие совершенно. Ну как, старославянский язык, церковнославянский, вы не знали? Старославянский не знали. И вот сегодня не знаю, даже академисты. Я разговариваю с академистами, кандидат богословия. Знатоки и знатоков старообрядцев. Взяли мы там Ирмасы некоторые на пятидесятницу. И до обеда 4 часа переводили и до конца не перевели. Никаких знаний не хватит. Я занимался специально церковнославянским, изучал, переводил книги. Я знаю. А сказать-то ты так хорошо знал, мог говорить? Конечно нет. Я на немецком проповедовал в немецких собраниях у баптистов, на немецком языке. И хорошо знал. Конечно нет, мизерное. Я разговаривал без акцента. Все. Это мизерное, настоящее знание даются очень трудно. Очень трудно. И говорит церковнославянский, я еще за всю жизнь не встретил ни одного человека, который знает. Вот в магазин тут пришел один священник и начал спорить. Я говорю, зачем спорить? Это вы же не знаете. Знаю. Я говорю, давай переводи. Я пришел к Никите в магазин. И когда спускался по ступеням, наступил на шнурок ботинка и упал упрямый нос. Поповский расквасил. Переводи. Ты умрешь, поп здесь не переведешь. Ни одного предложения. Я могу это перевести и по-английски, мог перевести. По-немецки, там, французский, чем. Я на семи языках занимался. Я знаю, чем говорю. Церковнославянский самый трудный язык. Потому что он мертвый, мне не с кем тренироваться. Мертвым называется латинский язык. Язык, на котором никто не разговаривает. Никто. А которые думают, как Агафья Лыкова разговаривает. Нет. Они только из книг некоторые фразы. Как у Булгакова собачье сердце. Житие мое. Пес смердящий говорит. Какое твое житие? Не, а вот еще такой вопрос. Если понимаешь, молитвы на церковнославянском, если понимаешь, о чем речь идет, можно ли оставлять для себя молитвы на церковнославянском языке? Для себя вы можете, но не наставите. У нас в церкви служба идет на церковнославянском. Но все библейское у нас считается на русском. Библейское. Но если это библейское поется, поют по-церковнославянски. Мы избрали самый щадящий метод. Поэтому нас не епископ, никто не трогает. И когда приезжают, Евангелие по-русски, Паремии по-русски, Псалмы по-русски. А это чуть не половина богослужения. Но остальное где-то надо учить, рассказывать. Потому что над большие не пойдут. Это надо быть Кочетковым, Георгием, чтобы суметь победить это. А Георгия в Кочетковых маловато у нас еще. Лучше пять слов, Павел говорит, чем десять тысяч непонятных. Тьму. Ну что непонятно-то? И кто будет готовиться к сражению, если невнятный звук будет труба издавать? Я так и не понял, к чему, какое отношение эта история государства... Ну вот у меня эта история лежит, и она противоречит. Значит, вы же, наверное, вы не общались с Германовым лично? Не общался. Но он был в Барнауле здесь, и у меня на форуме специально раздел. Зарядите на форуме Герман Китло, этот, Стерликов. Я разбираю его труды во свете Библии. Он не Библию не знает ничего. Он просто мошенствует. Он обманщик. А где вот к Истине один точка на руки зашел, а где вы разбор устроили здесь? Ну, форум. Зарядите по-русски форум. Форум. Ну, вот зашел на форум. Игнатий Лапкин. Форум. Еще не надо. Когда откроется, там, где храм, а внизу справа поиск. Поиск. И вы в поисковик зарядите слово Стерликов. И там вы найдете. Он обманывает абсолютно. Он не знает Евангелия. У него страха Божьего никакого нет. Он хуже безбожника ведет себя. Он обманывает. Патриархия это не церковь. Старобряца не церковь. Все катакомбы не церковь. Я уж не говорю о католиках, о Григорина Армитрии. Для него нет. А где церковь? Он не говорит. Где-то один епископ, и он его знает, теперь прилепился, никто не знает. И сказать не может. Все понятно. Это жульничает. Церковь. Ну, я вот к нему приезжал, он мне там показывал, значит, вынес такое флорентийское умие, которое гееческие, значит, впали в ересь с латинянами. Признав, что дух исходит не только от отца, но и от сына. Ну, и что это ересь? Половина святых отцов, как Григорий Низкий, понимали именно так. И святые отцы никогда на этом не настаивали. Половина святых отцов понимали, даже кажется, большая половина, что дух исходит и от отца. Я умолю отца моего... Только от отца. От отца и сына. В одном месте, я умолю отца пошлет, а в другом месте Христос говорит, и пошлю я. Зачем вырывать-то? Когда Иоанн Златоуст проповедовал, у него на кафедре лежали четыре греческих перевода. Иоанн Златоуст... А пошлю я. Он говорит не о том времени, когда он уже вознесется к отцу небесному и сядет от истой его. То есть, что-нибудь опять в то положение, и уже как бы он его пошлет. Интересно. Вы проверьте себя. Почему вас к мошенникам тянет? Он мошенник? Меня к вам притянуло. Я нет, я тянусь... Он ничего не знает. Ничего совершенно не знает. Я с вами согласен, что он очень благодаряется. Лукавиши. И каждый день новый он знает, как пищи делать. Я 40 лет печников был. И он меня начинает пищить. Я с закрытыми глазами могу пищи делать. Он не знает ничего этого. Какой бы тему ни заговорил, у него золото, золотые монеты свои сделал. Как Дмитрия Смирнова спросили о Германе. А он говорит, что что-то еще новое придумал-то. У него это исчисление на 8 лет разница. Он все... Но он обосновывает тем, что Петр Первый перевел. Не переводил Петр. Он обманывает, он в наглую врет просто. Ему с рук это сошло, его не пристрелили, когда он награбил миллиарды. Первый мультимиллионер. Со своей Алисой. И он теперь дурью мается. У него там разные узбеки работают. А его спрашивают, а как насчет веры? А я никогда не спрашиваю. Ему это... Нет, узбеков там нет у него. Украинцы, русские. Русские, у него все там перебывали, говорит. И он отвечает, а о вере тут не рассуждаются. Ему это не надо. Он ничего не знает, еще раз говорю. Его, что он издавал, и постарался все просмотреть, и вижу, мошенник, разрушитель. Патриархия совершенно не церковь. Вам мало этого? Это ересь. Да как вы даже... Он и Сергея Масаровского не признает. Он много что говорит. Он просто говорит, как умопомешанный. Но он хитрый. Он говорит и смотрит, как вы будете реагировать. Он просто не получал, говорит, а сдачи нигде. И он так там, это, квасится. Да может, вам и стоит ему, так сказать, это. Когда задавуз нас учат. Если хулишь Бога, освети раны в свою руку. Владимир, он не будет разговаривать. Он приехал сюда, в Барнауле был. Вот две улицы от меня. И его там спросили, а как Игнать? И он первый раз слышит меня. Он сразу еретик, раскольник. А сам обо мне даже не знает назвать меня. Ну это вот это у него да, чердонака есть. Богохульник. Может быть, он давным-давно дух святой похулил. В глаза не беет. Патриарх, еретик. В чем еретик-то? Ты приди, скажи, имей доступ там с золотой монетой своей. Он вовремя улизнул, его не пристрелили. Вот главное достоинство его. Все, которые работали, там все пристрелены, все эти братки. Награбил не миллионы, миллиарды, когда страна разрушалась. Он разрушитель. Если он коснулся, и дух святой коснулся, он пусть как Захей. Половину имения раздам, а кого обидел с четверо. Ему всю жизнь надо искать, кого он обидел. На этом продаже имущества, земли там проще. С чем он занимался? Не, ну он занимался, биржу создал в Москве, первую вообще в России. И на эту биржу как бы приезжали люди, которые нужно было что-то купить из строительных материалов. А он искал поставщиков. Помещал на бирже поставщиков, эти поставщики, ну так, в магазине. А люди, которым нужно было строительные материалы, окун купить, они приезжали на его биржу и купали. Он в то время очень много денег заработал на этом. Богатеть так не богатеют. Всегда в мире было так. У меня была одна корова, а у моего сына будет 10, а у внука 100. А чтобы в раз, и он проснулся через, как этот, Березовский или там, Ходоровский, вот, Ходорковский. Так не это, это воровством. Это сегодня всем понятно. Так не богатеют. Он где-то грабанул, это обманутые люди. Откуда они деньги? Это не из воздуха же. Что тут говорить? Я всю жизнь горблюсь, работаю три, у меня позвоночные грыжи, и у меня пенсия 5600. Ну и как я жить должен? Я живу? Я радуюсь. У него вся забота спрятать свои дивиденды подальше. Интересно, что люди к нему едут, то вот что главное. Да какие вы после этого, когда едете туда? Да возьми его, посчитай, вы увидите, он разрушитель и обманщик. Не, я ехал, я к нему не за этим ехал, чтобы там о вере говорить с ним, а книги хотел взять, глазами увидите, понять, что там. Они вам не нужны книги, считайте Библию святую, считайте каждый день. Написано 1 Тимопея 4,16. Вникай из себя и в учения, занимайся с ним постоянно. Да не отходит книга себе от уст твоих, но получается ни день, ни ночь. Иисуса Новина 1,8. А вы, я поеду, то да какая тебе нужна? Иди на благовестие, бери Евангелие, раздавай, зови людей ко Христу, а там и придут в церковь. Вы знаете наше путешествие, какое было нынче? Да-да-да, слышал. Мы из Португалии через Скандинавию при Балтику прошли. 440 городов и сел за все время. Мы только вблизи за 3 года раздали 30 тысяч Евангелия, собирая людей. Он не пойдет, ему это не надо. И мы отдали все. Все, абсолютно все. Мы не на равную будем говорить. Я 53 года плащу 90% в десяти, 9 десятин плащу. И мне это в радость. На дело Божие. Он пускай одну отдаст. А ему зачем? Не надо это. Ну да, он больше осуждать, любит больше чернить, чем вот... Даже, даже да, вот что, устал у него, конечно. У меня все это... Я его материал, я не за глаза говорю, а я за что и уважаю, что вы даже если обличаете, то вы с любовью обличаете. Конечно, я молюсь. Я молюсь каждый день за него. Дай Бог вам молитву, и дай Бог вам, чтобы встречи и прибыли до конца жизни ваши, и не возгордились. Спаси вас, Христос. Я молюсь за него каждый день. Моя любовь проявляется в предстоянии перед Богом. Не дай ему погибнуть, Господи. Открой его глаза, обольщенные златом серебра. Он пожелтел на этом. Открой ему, Господи, чтобы он раздал все, что есть у него. И шел за Христом. Он никогда не видал, не знает любое сразу. Раз, греческая церковь, еретическая, которая была дореволюционной, патриарх Тихон, еретическая, он все еретики, у них кого нет. У старобрядцев это он набрался. Он даже старобрядцев не считает за... Он сначала со старобрядцами был. Он позиционировал себя старобрядцем, потом старостильным греком, а потом, видимо, кто-то попросит. Я думал, почему делать? Видимо, кто-то там попросит. Ему когда-то, теперь еретику давать нельзя. Он сразу до еретики отошел. Он очень хитрющий, как с Месси Меглавой. Ну да. Ну вот он даже говорит, что бороду брить это ересь. Бороду стричь не надо. Тут он прав. Нет, он говорит, что это ересь. Если я буду стричь бороду, что именно это ересь. Если стричь будете, это не ересь. Это не ересь. Это просто грех, да? Это грех, но ее называют ересью протопопа вакуума. Блудодейная ересь. И бороду трогать нельзя. Это образ, который Бог дал мужчине, он с возрастом... Вот у меня обрадобритие к истинному православию в книге. Там все это написано. Я читал, я все по этому поводу посмотрел. Нужно сказать, Герман в этом прав. Согласен, да. Я даже не говорю. Ну там Дугин Александр об этом обороде говорит. Даже этот называет Царионов, Энтеота, и он тоже об этом говорит, Дмитрий. Ну понял, понял. Ну все, сейчас буду читать тогда вашу статью. Спасибо вам и благодарю Господу, что есть такие труды. Хорошо, я рад, что познакомились, вы мне понравились. Я тоже. Всего доброго. Всего хорошего. Слава Богу. Думай Господь, видишь, новое знакомство. Я думал, приедем из деревни Потеряевка в городе, то там что у нас стройка, люди приезжают, а в городе одна квартира, и тут ничего не добьешься. И встреч на никаких нет. А ничего у нас каждый день. Каждый день. Вот вчера вышла Марина в Коимчиде, гречка, гречанка из Афин. Она жила в Потеряевке. Вот сегодня этот Владимир из Саратова. Вот. Ну новые совершенно люди. И Ивлев. У нас Ивлев был. Я в морфлоте служил, был капитан Ивлев. Ну вот. Это Бог так делает, да благословит его Господь. А Германа помилует и чтобы он раздал имение свое. Вот Александр вышел в море. Спасибо. Спасибо.